Здравствуйте! И снова в эфире программа «Обо всём честное». Я её ведущая Ольга Харламова. А это значит, что пришло время вновь узнать информацию, которая будет полезной, интересной и объективной. В прошлом нашем выпуске мы поговорили о проблемах, которые могут коснуться любого современного человека. Сегодня посмотрим сюжеты на другие, но не менее актуальные для многих темы. А советы специалистов, будем надеяться, окажутся нам полезны. И мы возьмём их себе на заметку. Поэтому давайте не будем тянуть и начнём прямо сейчас. Вот и наступило долгожданное лето и жаркая погода. Кто-то этому радуется, ведь наконец-таки можно купаться и загорать. А у кого-то появляется желание выходить из дома только ближе к вечеру. А вот кто-то ещё сильнее стал мучиться от бессонницы. Дома душно. Если причина бессонных ночей в жаре и в духоте, то это проблема временная. А что делать, если уже продолжительное время мы не можем уснуть, как говорится, сна ни в одном глазу нет? И почему, даже уставая на работе, мы всё равно не можем расслабиться и уснуть? В чём причина бессонницы? Бывает, что усталость за день буквально валит с ног, но ложитесь в постель и, увы, не можете заснуть. Мы привыкли относиться к бессоннице беспечно, воспринимать её как нечто неприятное, но не особо серьёзное. И вместо того, чтобы разобраться с этой проблемой, слушаем советы добрых бабушек на лавочках или насмотревшись рекламы, быстрее хватаемся за всевозможные БАДы, тратим немалые деньги, а капли валерьянки становятся чуть ли не постоянными спутниками. Но толку нет, сон так и не приходит. Я скажу так, что в течение дня у нас мозг направлен на обработку информации, которая поступает извне. Когда мы засыпаем и в темноте с закрытыми глазами, мозг направлен на обработку информации, которая идёт изнутри человека. Поэтому для нас так важно, когда мы засыпаем, чтобы вот эту внешнюю информацию минимизировать насколько возможно. И, соответственно, в течение дня у нашего сознания есть очень много возможностей блокировать неприятные для нас темы. Но, кстати, не засыпать мы можем не только от негатива, но и от позитива в том числе. Когда у нас много эмоций перед сном, то требуется очень большое дополнительное усилие, чтобы их уменьшить. Но, правда, это происходит не длительное время. Информацию мы рано или поздно переварим. А вот постоянная бессонница – это уже нарушение серьёзное. Имеет смысл с этим бороться. Очень хорошо подходят набившие все москомины, в общем, про это все знают, на самом деле, вечерняя прогулка перед сном. Вот. Желательно, чтобы она была в спокойном темпе. Желательно, чтобы она была тихой. Что если вы гуляете не один, а, например, с вашим партнёром, чтобы в этот момент не поднимались какие-то волнующие вас темы. Да, это время, когда вы походите, то есть вы подвигаетесь. Вообще такое умеренное физическое движение, умеренное, да, это важно. Оно может помочь вам заснуть. Кстати, есть один момент. Часто говорят, что сон должен прийти в тишине. Но на практике очень часто получается, что человек как раз-таки именно так заснуть и не может. А при включенном телевизоре это получается сделать. Это может быть потому, что это один из способов как бы обмануть сознание и попытаться отвлечься от своих мыслей, которые навязчиво лезут в голову. Хотя, с другой стороны, гормон сна, мелатонин, вырабатывается в темноте. А телевизор, компьютер – это всё-таки источники света. Поэтому всё же постарайтесь реже бороться с бессонницей таким способом. А когда ставим будильник на мобильном телефоне, кроме того, что свет от него направлен прямиком на наше лицо, довольно часто появляется надпись «Будильник сработает через, ну, например, 4 часа». Это вызывает дополнительное беспокойство. Спать-то осталось совсем чуть. Я знаю много людей, которые в этот момент хотят повеситься. Я на самом деле не знаю, кто эту функцию убрал, придумал, да, и я не знаю, убирается ли она. Вот тут у меня индивидуальный вопрос, да, потому что вот если бы с моего телефона я могла бы эту функцию убрать, я бы её убрала, да. Кстати, если мучает бессонница, иногда полезно разрешить себе не спать, просто лечь, закрыть глаза и расслабиться. Даже если не уснёте, у мозга будет информация, что вы отдохнули. Порой самочувствие от этого неплохое, а если долго ворочались, вроде бы и заснули в итоге, но чувство такое, как будто всю ночь мешками вас били. Ведь мы люди внушаемые. Есть ещё один совет. Иногда какое-то нудное для вас занятие, или даже сама мысль о нём способна усыпить, поэтому можно встать и, скажем, помыть посуду. И дело полезное сделайте. Есть вероятность, что сон придёт. Ну и, конечно же, чтобы хорошо спать, нужно получать положительные эмоции и позитив и избегать раздражающих факторов, хотя бы там, где это возможно. И стараться, чтобы радость не стала огорчением. А представьте себе, решили купить золотое украшение. Почему бы и нет? Почему бы не порадовать себя или любимого человека? Но с размером просчитались. Или сломалось любимое украшение. А может быть, приличную сумму денег потратили, а это оказалось и не золото, а подделка. Не всё то золото, что блестит, актуальная сейчас народная мудрость. Ведь его так искусно подделывают, что не отличить порой от настоящего. В нашей стране применяется метрическая система пробирования. Она показывает, сколько граммов чистого золота присутствует в одном килограмме золотого сплава. Золото может быть 375, 585, 750 и 999 пробы. Она говорит о содержании чистого металла в изделии. Состав сплавов влияет и на цвет полученного металла. Если много меди, то золото имеет красноватый оттенок. Никель отбеливает, серебро желтит. Интересен факт, что содержание золота в ювелирном изделии должно несколько превышать объём установленной пробы, чтобы её подтвердить. На клейме должен быть код пробирной палаты, цифровое обозначение пробы, а также специальный знак пробирного удостоверения. Поэтому начните с хорошего осмотра изделия. На нём обязательно должны быть пробы и клеймо. Если они нечёткие и смазаны, вероятно, перед вами подделка. Но, конечно, мы не профессионалы и легко запутаться. Проще и эффективнее отдать украшения мастеру-ювелеру. Но и тут стоит быть внимательными. Каждый клиент должен убедиться, что меняют, проверяем золото именно реактивом того изделия, которое оно соответствует. То есть вот это кольцо 585-я проба. То есть реактив, естественно, берём 585-й. То есть зачищаем слегка, зачищаем. Можно, если какие-то подозрения есть, обычно ювелир зачищает даже... Вот видите, проба стоит. То есть я его зачищаю, вот так вот слой снимаю, такую фасочку. То есть я как бы знаю, что это золото. То есть если кто-то сомневается, лучше вглубь прорезать. Потому что подделок, как говорится, много. То есть берётся обычный реактив и вот так вот капается. Капается и вытеряется тряпочкой. Обычной тряпочкой. Хочу сказать, что пробы на заводе или где-то, всякие выставки, обязательно это... Я думаю, не стоит стесняться. Взять из дома Кунтелупу. Идёте на выставку, которая приезжает к нам постоянно в Рязани. То есть раз в год приезжает, не буду называть какие-то выставки. Ну просто возьмите лупу. Вообще на всяческих временных выставках ювелирные украшения лучше не покупать. Точную гарантию о подлинности золота вам никто не даст. Всё это могут оказаться пустые слова. Кроме того, претензию-то предъявить будет некому. Поработала выставка в городе несколько дней. Собрали продавцы вещи и уехали в Освояси. И, как говорится, ищите в поле ветра. Если вдруг выяснится, что купили подделку, вашу претензию выслушать уже некому. То же самое касается и качества украшения. Покупайте в специализированных магазинах, которые действительно работают от ювелирных заводов. Не надо вот эти за границей покупать в частных лавочках. То есть этих лавочек очень много у больших магазинов. То есть если вы в магазин зайдёте, увидите цепочку, допустим, за 200 евро или за 100 евро, а рядом такая же магазина, и этот магазин будет говорить, что мы вот от этого магазина торгуем, просто у нас чуть-чуть подешевле. Не надо покупать, не надо гнаться, потом уже обратно вы вернётесь, вам ничего не докажете. Очень много подделок везут с Индии, с серебра особенно. То есть неизвестный сплав, его тяжело очень ремонтировать, раскатывать. Турецкое золото. Она как бы немножко не соответствует, но это золото. Почему говорят, что турецкое золото плохое? Золото на самом деле нормальное, просто она сделана по современным меркам, по современным изделиям, она дутая. Поэтому она быстро приходит в негодность. Быстро протирается. Ну и раз уж мы заговорили о качестве, то, конечно, если говорить прямо, ломаются украшения сейчас нередко. От этого не застрахован ни один покупатель. Правда, ювелирную мастерскую отдают изделия не только на ремонт, но и если нужно увеличить или уменьшить размер. Как это происходит? Многие думают, что просто берут и ужимают. На самом деле и тут есть свои тонкости. Белое золото обручали кольцо, и принесли его велик на полтора размера. Приходится, такие кольца только уменьшаются, с медленным вырезки. То есть сначала его надо отжечь. Мы узнаем, где у этого кольца шов. И если он есть на самом деле, а может быть и нет. То есть если его нет, нам будет проще. То есть при нагреве белого золота, ородии, которым она покрыта, она сгорает. И потом придется нам, к сожалению, покрывать новым слоем ородия, чтобы она блестела. Белое золото, на самом деле, не такое блестящее, как в магазинах. Обжигают кольцо для того, чтобы оно не деформировалось и не лопнуло. В нашем случае родия оказалась очень хорошего качества, практически не сгорел. Кольцо российского производства. На импортных кольцах, особенно из Индии, Таиланда, Тайвана и из других стран азиатских, родия сразу темнеет, истачивается быстрее. Но это небольшое отступление. И так затем кольцо должны измерить и выпилить участок нужного размера. Но только не там, где стоит пробы, ее обязательно должны оставить. Затем кольцо аккуратно запаивают. В основном клиент приходит и говорит, спрашивает, чем вы паяете. Паяем мы с золотом. То есть припой специально с золотой. Он как бы плавится, температура плавления меньше, чем у основного золота. Берется вот этот кусочек, который я отрезал припой, скатывается в шарик. Вот так вот раз, шарик хватается, так говорят, у нас в ювелирах называется гонялка. И мы просто плавим колечко, нагреваем его до красна, и подносим. Этот шарик пока не подносим. То есть кольцо должно разогреться до красна. То есть каждый ювелир чувствует это. То есть вот она красная становится, и подносим сюда кашевую его. Те вещи, которые невозможно запаять горелкой, паяют лазером. Например, эмаль может вздуться от нагрева. Некоторые камни боятся огня, бриллианты, изумруды, сапфиры. Лазер сделает свою работу аккуратной и не испортит украшения. После того, как необходимая работа выполнена, многие хотят сделать гравировку. Для этого на компьютере выбирается нужный шрифт, рисунок или узор. Можно что-то интересное найти в интернете. А затем уже специальный прибор наносит его на любую поверхность. Пожалуй, мы рассказали самое основное. Хочется добавить, что, конечно, существуют и домашние методы проверки золота. Например, берут обычный йод и наносят на украшения. Если появилось темное пятно, считается, что это подделка. Но верить таким опытам или нет, личное дело каждого. Конечно же, результат тут не может быть стопроцентным. А вот что действительно нужно делать, так это самим правильно следить за любимыми украшениями. Вовремя их чистить. Для этого есть специальные средства. Или из самых простых способов можно посоветовать добавить в воду немного моющего средства для посуды и нашатырный спирт. Подержать минут 20 украшения в этом растворе и хорошенько промыть под струей воды. На сегодня это всё, о чём успели поговорить. Время пролетело незаметно. Но, конечно, на этом интересные темы не закончились. И в следующей программе «Обо всём честно» мы вновь продолжим задавать вопросы, искать на них ответы и давать советы. А с вами была я, ведущая Ольга Харламова. Мы обязательно скоро увидимся. До встречи!